Продолжаем выпуск. 125 лет прошло со дня рождения известного казахского драматурга, писателя Беймбета Майлина. Его творчеству в областной библиотеке имени Сабита Муканова посвятили литературный вечер под названием «Яркая звезда литературы». В зале собрались школьники и студенты. Побывала там и моя коллега Айгирим Муканова. Кровавый туман, надежда, богатство и летний вечер. Эти стихи написаны Беймбетом Майлином в тяжелые для казахского народа годы. Писатель очень переживал за судьбу казахов. Все эти чувства старался передать на бумагу. Произведения великого поэта сегодня читали в зале. Одна из поклонниц творчества автора Аида Роман Кызы – студентка высшего колледжа имени Макжана Жумабаева. С детства знакома с произведениями Беймбета Майлина. Стихи классика казахской литературы наполнены огромным смыслом и не теряют свою актуальность в наше время. Я выбрала поэму «Сагандык», написанную в 1927 году. В ней рассказывается о жизни молодого парня, который столкнулся с трудностями. Поэт был и примерным семьянином. Спутницу его жизни звали Гульжамал. Вместе они воспитывали пятерых детей. Но судьба семьи не может не опечалить. Ведь Беймбета Майлина репрессировали. Дети оказались в интернатах. Старшего сына взяли под арест. А младшую Гульсуму отдали в дом малютки. Обо всем этом гостям вечера рассказала внучка Беймбета Майлина. Она сегодня тоже в зале. Живет в Петропавловске, работает врачом. Никогда не видела своего дедушку. Но многое о нем слышала от матери. От своей мамы я слышала, что этот человек очень был добрый. Очень такой, знаете, всем помогал. Старался всем помогать. Никогда ничего, никогда грубостного не говорил. И всегда говорил халкам. Это самое нежное слово для детей. За 43 года своей жизни писатель выпустил 55 книг, 10 повестей и 15 поэм. По сей день его работы пользуются популярностью. Агири Муканова, Желдузбек Ермуканов. Новости МТРК.